Уважаемые коллеги журналисты и музыканты, хочу обратить внимание, что мы будем разговаривать про интервью не с группами, у которых за плечами нет богатой истории, у которого нет информационного какого-то бэкграунда. Понятное дело, что с группой уровня B2 разговаривать с одной стороны легко и с другой стороны сложно, потому что в группе B2 всегда что-то происходит. То они альбом выпускают, то они записываются с пражским симфоническим оркестром, то они уехали в тур по России. То есть информационный повод всегда как бы есть. Мы с вами будем учиться разговаривать с молодыми группами, то есть те, у которых не могут похвастаться такой богатейшей историей, и на первый взгляд, ну о чем с ними можно разговаривать? Ну записали они там пять песен, год только существует на сцене, пять песен записали, в каком-то там клубе в одном сыграли, о чем с ними можно разговаривать? Нет, в наших условиях, в условиях нашей алматинской независимой сцены год и пять песен – это уже большое достижение на самом деле. Вот. Вопросы эти, они очень формальны, это просто идеи вопросов, их можно формулировать как угодно. Вот. Мы сейчас посмотрим, как это. Но тем не менее, они такие очень логические, я думаю, возникают сразу же там, ну можно возникнуть как бы сразу любого человека. Как вы познакомились, как родилось название группы, с чего начался творческий путь, как бы вы сами охарактеровали свой музыкальный стиль, творческий процесс как проходит, о чем ваши песни, ну и самый любимый вопрос всех наших журналистов – это ваши творческие планы. То есть это, еще раз говорю, вопросы очень стандартные. Но, и журналист, задав в любой молодой команде вот эти вопросы, журналист получит очень хорошее, полноценное, полнокровное интервью, ответив на эти вопросы, на эти семь, сформулировав хорошие, интересные вопросы, ответы со стороны музыкантов, журналист опять-таки получит от вас хороший, качественный, интересный материал, и, как я уже говорила, желание позвонить вам в следующий раз, уже узнать, что у вас там нового случилось. Вот. Поэтому вот посмотрите, советы о том, как нужно к таким интервью готовиться. Несмотря на то, что, казалось бы, вопросы стандартные, простые, даже где-то в чем-то примитивные, тем не менее, подготовка занимает определенное количество времени. Вот. Смотрите. Для журналистов я сейчас написала, да? Вот. Первый пункт. Внимательно изучите социальные сети тех, кого вы будете интервьюировать. Вот сейчас социальные сети – это наше все. То есть фото, посты, статусы, видео. Это вот все нужно, прежде чем, даже для того, чтобы на эти вопросы семь подготовиться, это обязательно нужно изучить. Социальные сети музыкантов – это сейчас основной источник информации. Особенно, еще раз говорю, если больше никто, кроме вас, с ними никогда в жизни не разговаривал, не беседовал, интервью не брал. Вот это вот обязательно, что нужно сделать. Да, потому что, как правило, все, что мы как бы знаем о молодой независимых музыкантах, начинающих, это вот именно их профили. Вот. Особое внимание нужно обратить на плейлисты, особенно, ну, ВКонтакте, в Фейсбуке, по-моему, это тяжело сделать, но я еще раз уверяю вас, что все практически музыканты сидят в социальной сети ВКонтакте, в Фейсбуке мало кого есть. Вот. И обратить внимание на плейлисты. Причем, знаете, не на них собственные, а на то, кого они слушают. Вот отсюда, да, отсюда можно очень хорошие вопросы задать, очень хорошие вопросы может родиться, чем, к примеру, особенно если, к примеру, вы выясните, что музыка, которую они слушают, не совсем совпадает с той музыкой, которую они играют. Ну, потому что считается, ну, вот слушает там человек, там, ну, играет человек рок, значит, он должен рок слушать, да, к примеру. Или играет, там, например, джаз, значит, он должен джаз слушать. Вот. И если вы вдруг увидите, что в плейлисте музыканта, который играет рок, вдруг какая-нибудь попса какой-то, Николай Басков, это уже повод, ну, условно Басков, это уже повод для вопроса. А вот почему у вас, как бы, такие музыкальные пристрастия? Это не случайно он это делает? Значит, он же почему-то это сделал, почему-то он его добавил в свой плейлист в группе ВКонтакте. Значит, какой-то смысл в этом есть. Вот отсюда можно родиться очень хороший, появится очень хороший, интересный вопрос. Обязательно послушайте все песни и все мелодии, которые опубликованы на странице у музыканта. Это, ну, это понятное дело. Прежде чем подготовиться к интервью, если в запасе у группы всего лишь пять песен и больше ничего, послушайте все эти пять песен. Вот. Если музыканты указали у себя, в каком стиле они играют, постарайтесь как можно больше прочитать про это направление и узнать, что это вообще такое, с чем его едят, а вот кто вообще в этом направлении из более-менее известных людей играет, какие там сейчас в этом направлении новости, вот, для того, чтобы, ну, разговор сделать таким не сугубо предметным. Вот вы играете, вот, как бы вы, ах, свой стиль, ну вот мы играем рок, все, разговор закончен. Нет. Вот. А вот в роке сейчас вот это вот, к примеру, да, вот что вы про это вот думаете, как вот вы на это реагируете, вот есть приметы вот этого нового направления, к примеру, или этого нового звука в вашей музыке, вы знаете или не знаете. То есть вот чем больше информации, тем даже стандартный вопрос, как бы вы охарактеризовали свое направление, вы получите от музыкантов очень хороший, развернутый, очень интересный ответ. Потом, очень часто сейчас музыканты едут на фестивали, выступают в клубах, на каких-то сборных солянках и на концертах. Вот, если, к примеру, он написал, а вот мы поехали на фестиваль там, а если, к примеру, он едет на фестиваль в какой-нибудь российский там город, или тем более европейский, а в Европе очень много фестивалей независимой музыки, куда привозят, куда как бы собирают наоборот людей, ну, группы без громких имен. Вот нужно заранее об этом фестивале почитать, узнать, кто организует, кто там вообще выступал когда, какую миссию они, эти фестивали пропагандируют, и какую музыку обычно как бы ставят у себя. Это, опять-таки, чтобы разговор, чтобы ответ на вопрос, с чего начался ваш творческий путь, первая ваша часть, тоже был неформальным, а таким очень развернутым, очень как бы интересным и насыщенным. Вот. Потом посмотрите, ну, смену состава, если музыканты указывают смену состава, каждый раз фиксируют у себя на страницах, либо на сайтах, обязательно посмотрите, и когда вы будете приглашать на интервью музыкантов, выясните, кто к вам придет, вокалистом или гитаристом, или гитарист, либо барабанщик, то есть какова его роль в группе, потому что, ну, как правило, группа собирается, да, обычно если это рок какой-нибудь коллектив, да, то это, как правило, вокалист и гитарист, потом все остальные, они просто, это самые важные такие, да, роли, амплуа. И, как правило, именно они два человека эти приходят на интервью, вот. И, во-первых, и разговаривать нужно и с одним, и с другим, а не так, что один только говорит, а второй молчит рядышком для массовки, да. Вот. Ну и, понятное дело, с гитаристом, конечно же, лучше поговорить там интересное что-нибудь о гитарной музыке, о том, как он там дошел до жизни такой, что там о его первой гитаре. Следующее. Посмотрите, о чем еще пишут музыканты. То есть о чем там реакция на какие-то события в мире, какие-то байки, какие-то размышления, какие-то перепосты. Вот это вот, скажем так, информационный шум параллельной музыки, да, вот он тоже очень важен, тоже очень важен. Он рисует человека не только как музыканта, музыканта не только как музыканта, но и как человека. И вот тут, конечно, можно очень много вопросов задать. Проверьте, были ли еще интервью, прочитайте их. Это как бы такой расхожий такой совет, конечно же, если интервью были, надо найти и почитать. Потому что бывает, зачастую бывает так, что то, что ушло от внимания журналиста, который до этого разговаривал с вами, другой журналист, наоборот, выцепит и скажет, что вот в том же интервью вы сказали так-то так-то, почему вы так сказали? То есть разобьет эту тему. Это очень важно. Ну, конечно, если у музыкантов интервью были. Ну и самое главное, самый главный, девятый пункт, это сформулировать собственное мнение о творчестве музыканта. Пускай это будет критическое, пускай вам не понравится эта музыка. Да, но вы, это будет ваше собственное мнение, и вы его обоснуете. Вот, а мне не нравится ваша музыка, потому-то, потому-то, потому-то. Вот, и это уже повод какой-то дискуссии и полемики. Потому что музыкант как бы не то, что там начнет оправдываться, либо там и ругаться, ну тогда я пошел, раз не нравится тебе моя музыка. Нет, это опять-таки дискуссия. Потому что я считаю, что вот, допустим, сейчас нужно не так играть, что сейчас актуально вот это, вот это, а вы там все как бы уходите, не развиваетесь. Ну, я условно говорю, да, там, или вот это вот пестование, вот это вот аутскулы или ретро-звучание, которое сейчас у нас приходит на смену. Ну что это такое-то? Что значит, мы все продолжаем, продолжаем юзать прошлое, мы не изобретаем ничего нового, ничего не появилось. Понятное дело, что любой образованный человек в музыкальном плане знает, что со времен дабстепа ничего нового в музыке уже не было. Дабстеп это было последнее новое, новое звучание, которое появилось в музыке. Все остальное – это миксы различных звуков, различных направлений, все. Но, тем не менее, вот об этом можно поговорить. Это как бы, об этих трендах можно поговорить. Это для журналистов. Теперь для музыкантов. Как нужно готовиться для музыкантов? К этим же самым всеми вопросам. Музыкантам больше, чем журналистам на целый пункт. Так, ну, во-первых, ну, такой классический совет. Тщательно введите свои сайты в социальные сети. Ну, это понятно. Иначе откуда журналисты будут брать о вас интервью? Вот, включая, знаете, еще телефоны и e-mail. Потому что бывает, что пока найдешь этот телефон, с которым нужно поговорить, договориться об интервью, вот там, начинаешь там серфить по сетям, по этим контактам, по ссылкам взаимным. Тщательно, аккуратно, и прям фиксируйте, фиксируйте. Прям летопись практически должна быть группы. Дальше. Очень четко сформулируйте месседж. То есть ради чего вы занимаетесь музыкой? Мы занимаемся, мы пишем эту музыку, творим эту музыку, потому что музыка нашей души, к примеру. Вот мы так видим, мы так живем, мы так существуем. То есть это, скажем, будет вашим музыкальным кредо, вашим месседжем, который опять-таки будет показывать вас, ну, покажет ваши интересы и покажет вас музыкальной единицей, творческой личностью, творческой музыкальной единицей. Так, запись каждого трека обставляйте как событие. Ну, это такой тоже расхожий совет, больше такой пиаровский, но тем не менее. Допустим, записываете вы, анонсируете. Вот мы сейчас сочинили новую песню, сочинили новый трек. Вот у нас в студии проходит запись этой песни, этого трека. То есть короткие видео со студии, фото со студии. Вот сегодня мы отдельно записали ритм-секцию. Вот послушайте, как она звучит. Вот наш барабанчик там сейчас что-то расскажет. Сейчас же много этих видео Инстаграма 15-секунд, видео в Фейсбуке можно там записывать. То есть вот это вот все каждый раз подогревает некий интерес со стороны ваших фанатов, подписчиков, слушателей. А с другой стороны, опять-таки, для журналиста это источник информации. Он посмотрит, послушает, посмотрит, что там гитарист сказал или барабанщик, который записывает. И опять-таки у него родятся какие-то вопросы, которые можно вам задать как бы на интервью. Момент для меня был открытием, потому что, мне кажется, до сих пор многие музыканты варят свое творчество втихаря и потом показывают уже конечный результат, но он пролетает мимо. Никто не обращает внимания, просто в этой массе его незаметно. Вот, и действительно, этот совет, мне кажется, может помочь хоть как-то привлечь внимание, потому что вот эти... Ну пусть, может быть, не надо самую подноготную показывать, но буквально уже когда стадия уже глисток завершения, можно что-то выдернуть, показать, думаю, будет интересно. Да, это очень актуально, во-первых, это очень модно сейчас, это очень актуально, это очень интересно. Отведите летопись группы. Как познакомились, как собрались, почему выбрали такое название? Вот, то есть, внимательно все это вот прям как хроникером выступаете. Не идет ли прям целые такие вот пласты про простыни материалов одним текстом, да, вы сказали? Ну, это могут быть разные посты, надписи в виде воспоминаний. А вот мы когда собрались-то в таком-то, таком-то году, еще как сейчас, помню, было жара, лето, и нам репетировать, как бы было негде, но мы все равно там где-то там на скверике, во дворике собрались и первую песню сыграли. Вот там, ну вот, то есть, что-то такое вот интересное, очень личностное. Вот, фиксируйте каждую спеду состава, знакомьтесь с каждым новым участником, документируйте каждое выступление, если вы куда-то собираетесь, в клуб, на концерт, в фестиваль, во-первых, делайте анонс, а вот мы сейчас сыграем на таком-то-таком-то фестивале, приходите, будете нас послушать, вот, вот там мы будем играть эти песни, потому что вот нам, мы посчитали, что вот для фестиваля, для большой сцены, именно вот такие песни нужны, кого-то можно играть в студии, кого-то можно играть на квартирнике, но вот эти песни нужно на больших концертах, на больших сценах играть, вот, то и потом фи, фото, видео и пост эмоции. Вот мы вернулись с фестиваля, как классно мы там оторвались, и фестиваль был такой хороший, и так столько много людей встретили. Вот, кстати, о фестивалях, это тоже особо, особо можно встретить, можно как бы сказать, потому что на фестивальных сценах выступают абсолютно разные группы и команды, вот, очень важно вот эти вот свои рассказы об фестивалях, не только эмоции какие-то, да, ой, как было круто, конечно же, было круто, всем понравилось, любому человеку, который на сцене стоит, музыканту, конечно, понравилось, чтобы было круто, но можно вставлять еще и обязательно, вставлять, знаете, такие, как бы вот у нас, к примеру, мы поднимались на сцену, ну, а, к примеру, Сергей Голанин спускался, и он ему с руку нам пожал и пожелал удачи, ну, я условно говорю, конечно, и пожелал нам удачи, это нас так зарядило, вот, то есть вот такие вот какие-то эти самые, или потом мы там, или потом после Голланина мы стали выступать, вот, и там потом встретились, переговорили, вот, то есть вот такие вот очень, какие-то личностные эмоции, которые опять-таки могут для журналистов стать интересными. Вот, скажите, вот вы выступали там на одной сцене, на этом фестивале, на одной сцене с такими мэтрами, там вот, ну, к примеру, на нашествии, да, вот, вот такими мэтрами, вот, как вот ваши ощущения, с чему вы, может быть, что-то вы у них нового подметили, Или с чем-то они вам поделились С чем-то таким интересным То есть вот эти все детальки Опять-таки, говорю, позволяют И вас показывать не только музыкантам Но и личностью, но и личностью в музыкальном плане Не будьте снобами, охотно рассказывайте О своих коллегах по цеху То есть если вы на том же самом фестивале Пересеклись с какой-то молодой группой Пускай это не казахстанская, а с той же самой России Или с Украины, и вам так понравилось Вы там что-то даже перезнакомились Договорились что-то вместе записать Расскажите об этом Поделитесь ее профайлом у себя там на стене К примеру, да, киньте ссылку на эту музыку Вот послушайте, пожалуйста, так понравилось, так классно Вот это вот очень хорошо Ну и десятое, конструктивно воспринимайте критику Да, это конечно Для музыкантов Для журналистов и вообще для всех Очень-то конструктивно воспринимайте критику Так, ну и общие советы Это подготовка Общие советы теперь по самому интервью Для журналистов Первый самый вопрос по интервью Это такой общий, да Герой не вы, герой ваши собеседники Очень много журналистов Я это замечаю и по нашим С нашим коллегам В казахстанском и в российской журналистике Тем более их очень много Пытаются как бы самоутверждаться Само выразиться Через последствия как бы вот своих собеседников Нет, это не так Герои интервью это ваши собеседники А не вы Поэтому все внимание Пристальное, максимальное Ваше внимание И внимание ваших зрителей Должно быть сосредоточено Именно на личности, на фигуре музыканта Вот Это такой общий разговор Общий совет Теперь практически больше, да Если в разговоре участвует несколько человек Представьте каждого Обозначьте роль в группе И следите, чтобы вопросы равномерно распределялись между всеми Но чтобы не было такого, как вот я уже один разговариваю А второй просто для массовки сидит И первый, и второй должны одновременно равномерно участвовать в разговоре Во-первых, это придаст интервью характер живой, легкой, непринужденной беседы Ну и во-вторых, как бы никому не будет обидно Особенно если интервью телевизионное Если интервью еще идет под роспись Да, ну вот в газете То понятное дело Там можно и не записывать второго Но вот если в телевизионном А тем более в радио Особенно на телеке Это очень сильно видно и заметно Ну и в радио тоже Вот Более того, не бойтесь задать один и тот же вопрос Разным участникам Потому что, например, о моменте знакомства У каждого могут остаться свои воспоминания То есть один помнит, что он так познакомился А второй говорит, да, по-моему, не так было Вот так вот было То есть То есть тоже своя интересная история Может быть Потом очень аккуратно чередуйте музыкальные вопросы С такими, знаете, с вопросами общего плана Вот, например, с чего начался ваш творческий путь Там как вот Или первая песня Вот первый фестиваль Или первое выступление Вот И можно как бы написать так Что Если вот начался с фестиваля Или первое выступление А что вообще музыканты Вот вы сейчас вот думаете о казахстанской фестивальной Или клубной культуре Вот вы тогда когда познакомились Вы познакомились на каком-то таком фестивале Сейчас вы уже вместе там год, два или три Скажите, изменилась ли как-нибудь фестивальная культура За этот период у нас в Казахстане Как вы думаете? Ну, у вас Или, допустим, клубная культура Да, если познакомились на выступлении в клубе Вот, то есть Вот Теперь Исключительно Музыкальный вопрос Такие вот Ну, фактаж Да Надо чередовать С вопросами такими Рассуждательскими Аналитическими Вот это вот Во-первых И интервью сделают интересным Ну и музыканта Конечно же Сразу же покажет Многогранной Как бы интересной личностью Который живет не только как бы музыкой Но и у него есть мнение по другим вопросам Вот Про фиктивные конфликты Я вам уже сказала Да, используйте фиктивные конфликты То есть в отсутствии конфликтов Социальных и реальных Вот Нам надо эти конфликты Нужно придумывать Потому что ни одна рецензия Ни один анализ Даже ни один разговор Без конфликтов Просто немыслим Конфликт я употребляю Не в плане там Какой-то драчки Да, там Или какого-то спора А конфликт идейный Да, без идей Без какого-то там Противостояния Без какого-то там Даже противоборства Двух идей Разговор как бы не получается Вот Фиктивные конфликты Ну вот, например Можно опять-таки В ходе того же Самого третьего вопроса Спросить Как изменилось На ваш взгляд Казахстанская Рок там Или этно Или электронная Или инди-сцена В зависимости от того Кто у вас перед вами сидит Вот За такое-то количество лет Вот То есть Вот эти вот Фиктивные конфликты Все как бы можно Опять-таки Вот про звучание Я вам говорила Что новый человек Это новое звучание Ну да Это как бы Немножко смешно звучит Но смешно звучит Для профессионала А вот Для вашего рядового читателя Или слушателя Или зрителя Мы же все-таки Работаем на Массового читателя Да И пользователя Поэтому понимаем Друга с полуслова Вот Как я уже сказала Конфликт старого и нового Самая благодатная почва Для бесед Во все времена Со всеми практически И с молодыми И с заслуженными группами Можно сказать Что Как изменились Ваши музыкальные пристрастия Вот почему нужно Плейлисты Внимательно изучать Если допустим Когда-то там В самом начале Там Ну постили Музыканты Одну музыку Сейчас раз И пошла совершенно Другая музыка Что это такое Вы поменяли вектор Своих музыкальных вкусов Скажется ли это На вашей музыке Потому что Понятное дело Что скажется Все что мы потребляем Особенно люди искусства В плане информации Мы так или иначе Потом транслируем Через себя И выдаем Как наш собственный Интеллектуальный продукт Но тем не менее Поговорить об этом Как бы можно и интересно Содержание или песен Изменилось Или ваше Допустим Когда-то На заре Ваше творчество Ваше интересовало Тема любви И отношений А теперь Вас интересует Допустим Тема Судьбы страны Или государства Или что-то еще Более глобальное Звучание Смена команды Я уже вам Про это говорила Не бойтесь Задавать провокационные вопросы Журналисты Провокационные вопросы В кавычках Я сейчас взяла Не такие Желтые Докапучие А допустим О чем ваши песни Надо мне как-то положить О чем ваши песни Можно его сформулировать Нет Пятый вопрос А да Шестой вопрос Можно сформулировать К примеру Такой А почему вы считаете Что ваша лирика Отвечает запросам Вашего поколения К примеру Ну вот Начали Или Что она вообще Им интересно Вот с чего Как бы Вы взяли Понятно Где-то некий вызов Музыканту Некая такая вот Провокация Но раз у музыканта Есть слушатели Есть там какие-то там Даже 10 подписчиков В ее группе Понятное дело Что эти песни Кому-то интересны Хотя бы этим 10 людям Но тем не менее Вот задав такой вопрос Можно конечно вызвать На рассуждение Потому что Вот это то То чем мы живем Мы общаемся Мы встречаемся с ребятами Разговариваем с ними Там очень много встреч Проходит Допустим Я в университете Я учусь Постоянно кручусь Вот этой студенческой среде И я вижу Чем живет эта среда И я Я языком своей музыки Пытаюсь выразить То чем То чем она дышит То чем она То что ее волнует Вот То есть это уже Совершенно другой Это уже совершенно Будет совершенно другой ответ Чем просто ответ На вопрос О чем ваши песни Ну мои песни Об отношениях Там Ну понятно Да Вот Не бойтесь утверждений Утверждений опять-таки В кавычках я взяла Допустим Послушал я ваши песни И нашел Что они очень похожи Вот на это-то Или допустим И нашел я Что они Как-то ну вот Слишком Слишком Как бы старомодные Слишком взрослые Для вас То есть вот вы утверждаете Вы послушали Вот у вас Как бы такое мнение Ну Опять-таки музыкант Ответит на этот вопрос Что да Возможно Эти песни Там не слишком Наивны К примеру Но тем не менее Эта наивность Такая на мой взгляд Ну Показная Для того чтобы Ну через нее Там человек Да Я пытаюсь Таким простым методом Пытаюсь донести Довольно сложные Там мысли Довольно сложные Глубокие идеи То есть Любыми вот такими Вот способами Вытаскивать из человека Который может быть Не готов Какими-то сокровенными Своими идеями Мыслями Переживаниями Делиться С незнакомым По сути человеком Да Потому что журналист Как бы возможно Музыканта Второй или третий раз В жизни видит Да И мало с ним знаком Вот Тем не менее Вот задавая такие вопросы И журналист Покажет что Опять-таки Как я вот уже говорила Что он Не просто там Какой-то со стороны Да Который вот задал И ждет Что сейчас музыкант На него массу информации Вывалит Нет Покажет Для музыканта Себя человеком Вдумчивым Понимающим И самое главное Тонко чувствующим Что музыкант Хочет сказать Вот это вот Всегда подкупает Когда вот Человек Музыкант почувствует Ну любой Деятель искусства Да и культуры Почувствует Он будет откровенен Он будет отвечать Интересно на ваши вопросы Он будет отвечать Ну вот как бы О своих чувствах Эмоциях И переживаниях Рассказывать И это хорошо И для музыканта И для журналистов И вообще как бы Для нашего читателя И слушателя Потому что он получит Очень эмоционально Очень эмоционально Не в плане Бурно, ярко, страстно Нет, а эмоционально В плане Теплое, человеческое И в то же время Интересное интервью Потому что вот это вот Чередование вопросов Тоже Особенно вот в переживании Уходить Тоже не нужно Иначе все подумают Что пустой разговор Какой-то Вот то есть Чередование фактажа Музыкального С общими вопросами Очень равномерное Вот оно как бы И сделает интервью Объемным Глубоким Таким в стерео формате Скажем так А не в плоском Так, для музыкантов Ой, это для журналистов Теперь для музыкантов Интервью Общие советы Так, ну знаете что Первый вопрос Для всех музыкантов Я хочу сказать Это внешний вид Следите за своим Внешним видом Когда приходите на интервью То есть знаете что Вот можно Если эпатаж То пускай это будет Галимый эпатаж Если же Галимого эпатажа нет То нужно выглядеть Конечно очень Такой прилично Потому что К нам на интервью В студию Как только не приходили Музыканты И в шортах И в драных Вот этих А если лето То еще и в сандалиях На босу ногу В общем Вот этого никогда нельзя делать Если у вас Если такая группа Которая подразумевает Сценические костюмы И наряды Ну в этом можно прийти Это понятно Если же стиль вашей игры Не подразумевает Чего-то там такого Прям перьев Каких-нибудь там Либо каких-то там Кожаных там Плащей длинных Там до этого Ну приходите Поэтому в нормальном Прилично одетом виде То есть это всегда Очень хорошо Особенно Ну это конечно Если вы на телевизор приходите Если вы приходите на радио И в газету То как хотите Так и приходите Хотя тоже наверное важно Потому что газета Еще и фотографию сделает Еще и на сайт выложит Да сейчас Вот Ну опять-таки Если пришли не одни Следите Чтобы ваши коллеги Не молчали Заранее сформулируйте Интересные ответы На эти 7 базовых вопросов Я поэтому не случайно Дала им Не только журналистам Но и музыкантам Чтобы у вас Такая вот Была Подсказка Да Постоянно перед глазами Вот И чтобы вы как бы Ну собственно Знали Куда вы идете И о чем с вами будут разговаривать Не ведитесь на провокации Утверждения Никто не хочет вас обидеть Журналистам просто нужен Другой ракурс Я об этом только что говорила Так Имейте собственное мнение О музыке Об индустрии в целом И именно с него Начинайте ответы На свои вопросы Допустим Ответ на вопрос Как вы сами охарактеризовали Свой музыкальный стиль Да Можно начать так Что вот вам всегда нравилась Такая там музыка К примеру Мне всегда допустим Мне очень нравилась Это вот русский рок Всегда вот я заслушивалась Такими-то такими-то группами Перечислить группами Конечно же Тогда когда я уже понял Сам для себя Что хочу посвятить Свою жизнь творчеству Хочу посвятить Свою жизнь музыке Конечно же Я начал пробовать И пытаться играть Именно такую же музыку Как ту Которую когда-то заслушивалась Опять-таки Еще раз говорю В этом нет ничего плохого И зазорного Так все начинали Абсолютное большинство Начинали именно так Следующее Делайте свои ответы Личностными Допустим Отвечая на третий вопрос Можно об интересных встречах Рассказать Вот я про фестивали Вам говорила Расскажите об интересных встречах К примеру Рассказывать Начнете Вот съездили на фестиваль Да, мы съездили И прежде чем Рассказать Ой, так было Классно Так круто Так оторвались Лучше начать с того Что этот фестиваль Оказался для нас Особенно дорог Потому что там Произошла для нас Очень знаковая встреча Мы встретились С таким-то музыкантом Или услышали Такую-то группу Или с теми-то Познакомились То есть Да И уже потом Только скажете Ну и оторвались Конечно на сцене нормально Потому что Если все только про оторвались Ну скажут Ну какая-то Пустая поверхностная группа Только значит Отрывается А вот если начнете Именно с этой Личных каких-то встреч Для вас важных То это уже Разговор интересный Вот Или допустим На какой-то вопрос На шестой вопрос Да О чем ваши песни Да Можно сказать Что вот допустим А вот такой-то музыкант Говорил об этом так Хочу я вам процитировать Фразу вот такого-то музыканта Это покажет вашу Как бы образованность И интерес к музыкальной индустрии В целом Да Что вы как бы Я вообще хочу Я хочу Как бы сказать Такой общий совет дать Что вот я Про Rolling Stone Про Billboard говорила Конечно же Это обязательно Читайте все интервью Которые выходят Там да Ну то что вам как бы интересно Смотрите музыкальные передачи Которые сейчас С интервью Которые сейчас выходят Я хочу сказать Что могу на российском телевидении Отметить Три интересные передачи Которые можно Посмотреть И нужно И можно И нужно И музыкантам И журналистам Это значит Захар Прилепин На РЕН-ТВ Выпускает Соль Возможно второй сезон будет Он там как раз таки Разговаривает в основном С группами Да вот Русского рока Те которые появились В 90-е И это очень интересные разговоры Всегда В перемешку с музыкой У Михаила Козырева На Дожде Очень интересный проект С чего все началось Опять таки Про 90-е Вот по волнам моей памяти Там не только рок Вообще не рок Вот там Очень разные жанры Представлены музыканты Разных жанров Некоторых к примеру Я не знала вообще Вот Но разговоры всегда Беседы всегда очень интересные Разговоры интервью Очень интересные Потому что Ну Захар Прилепин Конечно Очень такая Одиозная фигура Он не музыкант Он писатель Ну вот что Козырев Он очень хорошо Разбирается в шоу-бизнесе И в музыке Михаил Козырев Что Олег Нестерев Из группы Мегаполис Тем более Очень хорошо Прекрасно В этом разбирается Поэтому у них Очень 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 хорошие вопросы То есть Учиться журналистам У них конечно же Можно Как они Как они ведут Нить разговора Как они Отводят там То в одну сторону То в другую сторону Разговор И тем не менее Возможно Кружитка Возле какого-то момента Не всегда возможно Приятного музыканта Но тем не менее Пытаются как бы Вывести на тот На то что как бы Им нужно Это очень Это Они очень хорошие Именно в музыкальном плане Интервьюеры И интересные Вот Значит Как бы не хотелось Рассказывать сразу Обо всем И много Отвечайте только на вопросы На другие темы Старайтесь не отвлекаться Не растекаться Вот Музыка Это конечно же Искусство Искусство Это эмоции Но все-таки Сдерживать восторги И давать журналисту Не только эмоции Но и фактаж То есть то о чем я говорила Фактаж Чередуйте с эмоциями То есть Если это одни эмоции Вот на телеке Они еще сработают Эти эмоции Да Потому что Ну телек это особая Такая среда Человек Смотрит туда Смотрит на вас На то как вы одеты Как вы себя ведете Да Вот какая у вас прическа И может быть Ну пропустит какое-то Отсутствие какого-то К примеру Там ну Смысла Да Или глубины В этом интервью И вот на эмоции Сработают Но вот в газетах Допустим Да На сайтах Если это в распечатанном виде Пойдет То точно скажет Что и вы поверхностный человек И интервью пустым Если будут одни эмоции Поэтому фактаж С эмоциями Один фактаж Слишком сухо Быстро Неинтересно А вот фактаж С эмоциями Это как бы Очень отлично Всегда работает Ну и Будьте доброжелательны Ну и не чересчур Серьезными Большое спасибо Что пришли Большое спасибо Что смотрели нас Вот я хочу Немножко так вот Еще анонсировать Что у меня есть мысли О том Чтобы на основе Мастер-класса Выпустить брошюру Учебно-методическое пособие Для студентов Для работающих Для начинающих журналистов Вот Наверное К концу года поступит В продажу Поэтому будем Так сказать Общаться с вами дальше На эту тему Держать связь